А вот сейчас, когда мы получили эти отремонтированные объекты, очень хочется надеяться, что к этому будет также бережное отношение. И еще один момент, на котором я также хотела бы остановиться, это профилактическое направление. На сегодняшний день в Кировской области есть условия для лечения как сердечно-сосудистой патологии, и на помощь нам приходят федеральные центры, объем оказанной высокотехнологичной медицинской помощи ежегодно увеличивается. Есть возможность лечения онкопатологии, но только при одном условии, если заболевания будут выявлены на ранней стадии. Вот когда мы в июне были в вашей больнице, я обратила внимание, насколько хорошо поставлена информационная кампания по привлечению жителей Белохолуницкого района и города Белая Холуница для проведения диспансеризации и профилактических осмотров. Сегодня, заезжая в аптеку, я увидела подобное объявление на дверях аптеки. И вот сейчас опять Игорь Федорович мне сказал, что даже заключено соглашение с почтой, и все жители Белохолуницкого района и города Белой Холуницы получат в свои почтовые ящики уведомления приглашения для прохождения диспансеризации. Я очень вас прошу с пониманием отнестись к этому приглашению, потому что условия дальнейшей здоровой, счастливой жизни жителей Белохолуницкого района, это прежде всего здоровье жителей. Так что приходите, пожалуйста, в наше лечебное учреждение. Сегодня там есть все условия для проведения диспансеризации. Не хватало эндоскопа, но эндоскоп закуплен, эндоскоп поступил. Так что и эта проблема решена. И мне особо импонирует ситуация, что и администрация района, и администрация больницы проводят очень активную работу по привлечению кадров. И стабильно ежегодно 2-3 специалиста приходят на работу. В этом году приходит на работу врач-педиатр 1 августа и врач-терапевт. Этим специалистам будет предоставлено прекрасное служебное жилье. Сейчас мы видели вот эти квартиры. Кроме того, врач-терапевт, вот сегодня в Климковке подходили к нам и задавали вопрос по организации медицинской помощи. Будет обслуживать как раз это поселение, приписной сельский участок, с последующим обучением на врача общей практики. И в Климковке, я поправлюсь, у нас будет не ФАП, а модульный ВОП. То есть в последующем, как только доктор закончит обучение, там будет работать врач общей практики. И уже население получит именно врачебную помощь. Спасибо. Спасибо. Я хочу, чтобы Вы обозначили, на Ваш взгляд, 2-3 проблемы, которые Вы видите перед здравоохранением Белохолунинского района. И отдельно хочу уточнить, что у нас здесь происходит со смертностью от внешних причин. Никита Юрьевич тогда с последнего вопроса. Смертность от внешних причин по 5 месяцам 2013 года, опять же цифра не точная, она приведенная к годовому значению 216,3 при областном показателе 188,2. Вот в 2012 году этот показатель был ниже областного 151,8. И в плане, скажем так, ключевых моментов, это все-таки, в первую очередь, строительство модульных двух ФАПов ИВОПа и обращение именно к руководству центральной районной больницы. Почему не на обращение? Потому что здесь кадровая проблема не настолько остро стоит. То есть я хочу сказать, что на 45 ставок 34 физических лица именно врача работают, достаточно достойно зарплату врачей, средняя более 34 тысяч рублей, что позволяет действительно закреплять и молодых специалистов. Но вот именно работа направлена на раннее выявление заболеваний, и та программа лекарственного обеспечения, она должна быть просто декларирована на бумаге. То есть вот сегодня в регистре 2,5 тысячи пациентов, но пока выписано 133 цепи.